Я вас категорически приветствую, друзья. С вами Фёдор Сумкин на канале Фёдор Сумкин. Очевидно, но правда. Я так вздыхаю, потому что я жду. Я жду, пока наш Тейлор куда-то дойдёт, что-то принесёт, что-то поищет, что-то найдёт. В игре Lifeline. Ребята, мы проходим её, да? Мы продолжаем проходить. Я вернулся к месту крушения Кравеллы. Даже не думал, что буду рад видеть этот корабль-призрак. Я ужасно устал. Еда с Варей должна помочь в поддержании сил. Но мне кажется, что она не была создана для активных людей, проводящих большую часть времени, бегая по окрестностям в поисках полезных вещей, и в число которых я вхожу с момента вынужденной посадки на Луну. Если меня не подводит разум, это лучше, чем шагать назад к Варе на протяжении 4 часов. По крайней мере, столько времени заняло путешествие от Варя сюда. И это с рабочим компасом. Мой фонарик уже исчерпал все свои силы. Но как только Тао-Кита сядет, я перестану что-либо видеть. Кажется, мне остаётся только молиться, что я дойду до Варя до того, как стемнеет. Или же я могу разбить здесь лагерь, несмотря на весь свой страх и ужас, и постараться не замёрзнуть. Так, продолжаю двигаться к Варе, разбей лагерь. Так. Ну не знаю, ребят, это мне холодно случайно. Давайте разобьём лагерь. Я не могу спать под звёздами, как бы романтично это ни было. Будет очень и очень холодно. На каравеле, как и на Варе, нет источника питания, который помог бы мне закрыть дверь. Но по сравнению с Варей, на этом корабле это поправимо. Единственный выход наружу, это дверь шлюзных, через которую я едва протиснусь. И знаешь что? Моему бедному плечу не очень-то понравилось пролезать в эту дверь. Как только попаду внутрь, на полу меня будет ждать куча мусора. Вот его-то я использую для законопачивания двери. Пару слоёв одеял, какое-то постельное бельё, если мне удастся достать его из кабины, и я буду в порядке на ночь. С неработающим фонариком на моём скафандре мне практически придётся идти на ощупь. Надеюсь на лучшее и... Нифига себе, ты не поверишь тому, что сейчас тебе скажу. Я только что запнулся о короб... Запнулся? Или споткнулся? Запнулся о коробку с инструментами, а внутри нашёл светящиеся палочки. Ну такие штучки с жидкостью внутри, блин. Мне осталось... Блин, как бы тебе это... Блин, да ты задолбал так быстро двигаться! Блин, как сейчас тебе... К тебе чего-то надо, а потом бац! И ты спотыкаешься об этом. Вы задолбали так быстро двигаться! Я читаю, но у меня... Я быстро читаю, у меня скорость чтения, конечно, была большая. Но, блин, ребят, я давно не проверял её. Что касается меня, я всё время спотыкаюсь. Но далеко не всегда так удачно. Хорошо, я тут приберусь немного. Я могу проверить восточный или западный коридор, а могу проверить и кабину экипажа. Хотя даже отсюда видно, что панели управления разбиты в фланг. Давайте проверим один из коридоров. По-моему, мы кабину экипажа проверяли уже. Справедливо, надо сказать. Восточный или западный отсек? Я настолько вымотался, что даже не вспомню всех слов. И на золотом колеце сидели. Я сам не помню. Ладно, я помню. Так. Эники, беники, ели вареники. Эники, беники, эники, стоп. Давай западный отсек. Если повернуть налево, то мы увидим милый, не очень, и просторный. Совсем нет. Даже сейчас у тебя юмор играет. Поверяем в Страдам закрытые двери. Без какого-либо источника питания я в жизни ее не открою. В конце коридора есть открытая дверь. Вот туда я и направляюсь. Черт, эта дверь открыта с самой малостью. Я в эту щель с трудом протиснусь. Я надеюсь, по ту сторону нет шведского стола. Если я потолстею на одну унцию, то не смогу протиснуться назад. Ты же, я надеюсь, вернешься быстро, да? Ну, тут, в принципе, он никуда идти долго не будет. Он, в принципе, только попытается протиснуться. Так что давайте... Ладно, я подожду. Удивительно, ребята. Он действительно быстро вернулся. Ты меня начинаешь радовать, Тейлор. Блин, они должны были отправить акробата, а не студента-ботаника. Ладно, продолжим. Это похоже на самый обыкновенный лазарет. Я так говорю, потому что я нашел аптечку. А внутри аптечки я нашел банку, большую банку, с надписью на китайском и английском. А на английский могу с уверенностью сказать, что это более утоляющее. И тут я подумал. Ура! Как сегодня солдаты кричали. Ура! 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 Вы же смотрели парад. Кстати, друзья. Я вас поздравляю с 9 мая. Я поздравляю не только вас. Я поздравляю ваших дедушек. Ваших пап. А если у кого-то есть прадедушки. Я поздравляю еще их. Так что всех с праздником. Удачных вам выходных. Нормально проведите их со своими родными. К сожалению, у меня уже дедушка умер недавно. Так что... Да, вот так вот. Но... Если у вас же все в порядке. Так что я вам желаю хорошего припроведения праздников. А мы продолжаем. Так. Внутри аптечки я нашел банку. Большую банку. С надписью... Так. Это да. Это я читал. Ура! Потому что мое плечо болит так, как будто завтра уже не будет. Завтра может и наступить. Интересный каламбур получился. Да. Весьма интересный. Но баночка почти пустая. Из нее бы вышел отличный маракас. Если бы внутри было больше таблеток. А не всего три. Я не берусь судить. Но похоже, у кого-то на корабле были серьезные проблемы. Или они наглотались таблеток. Чтобы не думать о том, кто сбил их корабль. И что с ним теперь будет. Нет. Здесь слишком темно для таких шуток. Прервем мысли в этом направлении. Мое плечо просто сводит меня с ума. Я мог бы принять одну таблетку, чтобы немного облегчить свои страдания. Но, если подумать... Все может быть еще и хуже. Думаешь, мне стоит немного подождать? Ну... Не знаю. Давайте примем одно. Да, я думаю, это правильное решение. Зачем страдать, если это никому не нужно? У меня все еще есть две таблетки. Черт. Палочка тухнет. Думаю, мне пора выбираться отсюда, пока она окончательно не потухла. Ну, я думаю, это тоже займет немного времени. Ты же сюда пробрался быстро. Минуту за две? Ну, ты выберешься минуту за две. Во всяком случае, на это надеюсь. Ну, что я говорил. Действительно быстро. Даже меньше, чем за две минуты, ребята. Это определенно хорошо. Может быть, это даже серия получится больше, чем обычно. Хорошо. Я вернулся в главный коридор. Боковые двери в конце противоположного коридора тоже запечатаны. Но дверь напротив приоткрыта. Она... Ммм... Недостаточно широко открыта. Я не пролезу. Но я вижу комнату. Это камбус. Гораздо меньше, чем на варе. Он выглядит так, как будто снежный шар с камбусом внутри хорошенько потрясли. Все разбросано. Повсюду сплошной кавардак. Сухой паек выглядит не самым лучшим образом. У меня достаточно паека с варе. Он может послужить еще какое-то время. Но запасы не помешают. Если я очень сильно проголодаюсь, то я найду способ, как пробраться через эту дверь. Это я тебе точно обещаю. Но я не знаю. Верните главный отсек. Попытайся открыть дверь камбуса. В принципе, вот когда мы вот эти решения принимаем, какое-либо из этих решений, он всегда уходит куда-то на время. То есть это занимает время. Какое-никакое, но время занимает. Но в этой серии меня Тейлор определенно радует, ребята. Так. У тебя же плечо болит, да, говоришь? Блин, как бы надо подумать. Он как бы и жрать хочет. Но как бы он заботится о своем здоровье в плане питания. У него же питание кончается. Поэтому ему нужно пожрать. Запастись жратвой. И у него так же болит плечо. Тут надо как бы определиться. Чего ему важнее? Желудок или плечо? Не знаю. В принципе, раз у него еще есть еда, то еще может пожрать. Но плечо у него люто болит. Хотя он принял таблетку. Ох, не знаю, ребята. Ох, не знаю. Вот сейчас самый такой выборок. Не знаю, что делать. Я вот немного отойду, подумаю. Короче говоря, я подумал так. Ну, возвращаться в главный отсек. Ну, что, вернется. Ну, что, ну, я так подумал, что ладно. Он же мужик. Мужик. Он ботаник. И мужик. Так что, он, если что, потерпит. Давайте попробуем открыть дверь кампуса. В любом случае, насколько я помню, каким-то образом можно было изменять свои ответы. Я бы с удовольствием сказал тебе, если ты похлопаешь с ладоши и поверишь в меня, то я все исполню. Я космическая фея. Да. Очень смешно. Но это ведь не так. Я даже пытаюсь использовать какой-то мусор в качестве рычага, но дверь не продвинулась ни на один сантиметр. Без разницы. Я возобновлю попытки завтра. А сейчас пора спать. До завтра. Назад в главный отсек. Если вернусь домой, я запатентую космическую фею Динь-Динь. Это многомиллионная идея, я считаю. Подождите, можно было... Да, давайте попробуем поменять. Потому что я не хочу до завтра ждать. Ну, серьезно. Давайте вернемся в главный отсек. И смех, и грех. Здесь так много хлама, что мне кажется, я смог бы сконструировать себе робота-помощника и всяких деталей. Правда, я не очень много знал о создании роботов. Или их программировании. Извини. Я за что-то зацепился и упал. Кстати, я не знаю, что ты там читал о космосе. В общем, услышать свой собственный крик очень даже можно. И от этого становится немного стыдно. Не знаю, за что я зацепился. Это маленький... Не знаешь? Не знаешь? Но знаешь? Да. Я... Но знаешь, за что я зацепился? Это маленький генератор. Это значит, что я наконец нашел источник энергии. Видишь? Чудеса случаются с теми, кто неуклюже ползает по заброшенным кошмарным кораблям. За исключением отсеков и едва открытых дверей. На корабле не осталось ничего, что можно исследовать. Кроме кабины экипажа. Или того, что от нее осталось. Как я и сказал, приборные панели разбиты. Я не говорю, что остальная часть корабля могла бы в ближайшее время собираться в полет. Но тут вообще двигатель отсутствует. И похоже, что разрушено все. Управление, связь, электроника. Абсолютно все. Весь воз и маленькая тележка. Хотя... Я, наверное, погорячился. Похоже на сигнал... Похоже на сигнал тревоги. И панели вроде целые. Только черту известно, работает ли аппаратура. Я не думаю, что мне нужен сигнал тревоги. Корабль ведь не приперкован в криминальном районе. Я еще должен понять, как подключить систему к генератору. Если, конечно, что-то работает. И что ты думаешь? Иди спать. Как только, так сразу. Гав. Я думаю, это будет пустая трата времени. Усилий света. И все эти средства в дефиците. Хорошо. Еще осталась одна светящаяся палочка. А, еще одна светящаяся палочка разломана. Теперь осталась только одна. К счастью, почти все провода я на виду. Может быть, я смогу подсоединить это все к генератору. Дай мне пару минуток. Но... Пара минуток... Это не пара часов. Я тебе их дам. Ну, тут, по-моему, больше двух минут прошло. Ну, да ладно. Просто чудо какое-то. Мне удалось подключить сигнал тревоги и заработал монитор. Не знаю, на каком расстоянии работают эти детекторы. Но... Походу, на большом детекторы задней части корабля ничего не показывают. Наверное, потому что задней части-то и нет. Ладно. Надеюсь, никому в голову не придется снять колеса. Пока я немного посплю. Этот корабль был предназначен для небольшого экипажа. Здесь есть место только для одного заведующего миссией. И оно, судя по всему, и есть самый удобный вариант для сна. В общем, я объявляю ночь. Да, я еще проверю, сколько у меня осталось летящих палочек. Надо быть экономным. Одна осталась, короче. Я законопатил дверь. У меня еще достаточно одеял, чтобы законопатить себя. Ну, я так понимаю, что ты, наверное, опять ушел надолго. Ладно. Ну, мне кажется, эта серия получилась побольше. Вам так не кажется? Чем обычным. Так что... Давайте закончим на этом. Да, действительно, давайте. Подписывайтесь на канал. А также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Кстати говоря, видео School Days, которое я выпустил недавно. Ну, как недавно? Всего, наверное, полчаса назад. Где-то так, да. Я не оставил ссылочку в описании. Так что ссылочка будет в комментарии. А в этом видео ссылочка будет в описании. Так. Подписывайтесь на канал. Скажи, да. Ставь лайк, дизлайк, напиши комментарии, расскажи друзьям. И я с вами категорически прощаюсь. Все. Всем пока. Я уже надеюсь, что скоро, наверное, лайфлайн будет заканчиваться. Вам так не кажется? Мне так кажется. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok